Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня важное видео под названием Миндалины и лимфатическая системы. Гнойные белые пробки в гландах. Что это такое? Как их убрать? И что надо сделать, чтобы их больше не было? В чем же их опасности? Ну а вначале пару слов пояснения. Почему я решил сделать, записать это видео? Дело в том, что мне сегодня на глаза попалось видео о гнойных пробках в миндалинах одного американского доктора Берга. Оно вышло на днях у него. Но дело в том, что тему он осветил не полно в том видео своем, а точнее, он не сообщил, что за бактерии вызывают эти пробки, как, кстати, и воспаление подчелюстных лимфатических узлов, они же вызывают и гнойные ангины, и много других болезней, и осложнений этих болезней, вплоть до осложнения на почках через годы и даже десятки лет жизни, после перенесенных тех или иных острых инфекций, воспалений. Вот почему это надо знать. Также я хочу пояснить вам подробнее и конкретнее, как и чем побороть эти бактерии, и тем самым убрать и пробки, и устранить последствия возможных осложнений. То есть, как лечить, и в чем профилактика. Ну, а чтобы доброжелатели, в кавычках, не смогли злобно вякнуть про плагиат, скажу, и это я впервые говорю, просто пример вам приведу, всегда было лень, а теперь вот специально это сделаю, что еще в 18-м году, в 18-м, когда русского канала этого доктора не было вообще в помине, уже тогда была опубликована моя лекция о лимфатической системе. Вот это. А вернее, выжимка из нее. А вот впервые эта информация была дана мною в лекции, более ранней, под названием «Вода лимфа почки», еще в 14-м году, 8 лет назад. Ну, а теперь поехали. Итак, гланды миндалины. Это часть лимфатической системы. Это часть иммунной системы организма. И выделительной системы. Послушайте буквально несколько секунд отрывок из той самой моей лекции. Миндалины, кстати, это самый сильный барьер на пути не попадания инфекции в головной мозг. Вот миндалины беречь надо, как зеницу ока. У некоторых постоянно образуются у миндальных белые гнойники. Это значит, что процессы вяло текущие идут все время. Это, как правило, как раз трептококестофилокоте, то есть это бактериальные поражения. Ну, вот поэтому всякие ларингиты, фарингиты и прочее, это как раз показатель постоянных вот этих инфекционных состояний. А ангины, как известно, дают серьезные осложнения, поэтому гнойная ангина, если есть все, надо долечивать по полной программе. Ну, а гной что такое, любой? А это борьба как раз иммунных клеток с какими-то вот этими белками, чужеродными агентами. Итак, миндалины это барьер на пути инфекций любых, поэтому категорически нельзя удалять миндалины. Воспаление надо устранять, а не пускать инфекции выше по лимфатической системе. Ужас, что творят люди, врачи, самое страшное со своими детьми. Ну а эти гнойные пробки, да, это рассадники бактерии и еще продукты их метаболизма, а не только сами бактерии. По сути, это гной, как и из прыщей подобных бывает такое. А защитные мешочки этих пробок препятствуют эффективному воздействию на колонии этих бактерий, антибиотиков. Как лечить, я скажу дальше. И действительно, у таких людей, имеющих эти пробки, изо рта может быть неприятный запах. А ведь этот запах изо рта бывает не только из-за гнилых зубов или проблем с деснами, не только из-за проблем с желудком и кишечником. Да, по этим причинам тоже может быть, но и из-за гнойных процессов в миндалинах. Запах этот противен, характерен, напоминает запах тухлых яиц, так как эти бактерии выделяют сероводород. А вот что же это за бактерии такие? Бактерии-то тысячи тысяч видов. А это конкретно стафилококи и стриптококи. Их тоже много видов разных. Золотистый стафилококк, прочие и прочие. В общем, развиваются эти бактерии, активно размножаются после и в процессе. И вызывают ОРЗ, ОРВИ, инфекции мочеполовых путей, приотитах и других заболеваниях, ослабляющих иммунитет. А также, естественно, после приема антибиотиков, после сильных стрессов и иных факторов, которые приводят к ослаблению иммунитета. А это, естественно, при наличии этих инфекций в организме. Особенно, если у вас были и есть ангины и вообще хронические болезни органов дыхательной системы. А ссылку на видео о дыхательной системе мою я дам вам под этим видео. Пробки эти, конечно, удаляют. Но ведь не устранив причины, они возвращаются вновь. А надо удалять не только сами пробки, но и очаги инфекций. А не только бороться с последствиями. Не так ли? Ну, по-моему, логично. Так вот, можно и нужно удалять эти гнойные пробки. Конечно, механически удалять. Можно у врачей. Струей воды или специальными крючками они это делают. Есть и другие методы. Можно самостоятельно. Некоторые люди научились делать это даже ушными палочками. Но перед всеми специальными процедурами по обработке этих мест, кармашков, после механического удаления гнойников из миндалин, обязательно обрабатывайте эти места серебряной водой, коллоидным серебром. Лучше всего полоскать. Ну, как вы наверняка хоть раз в жизни полоскали горло, скажем, настоем шалфея при боли в горле и тому подобное. До коллоидного серебра пойдет немало. Ссылка на качественное и дешевое коллоидное серебро будет под этим видео дана мною. Можно обрабатывать и разведенный в горячей воде содой с солью. Ну, это стандартные процедуры. Но лучше вначале все же серебряной водой, а уже минут через 15 с содой с солью. Потому что сода с солью вытягивает как бы инфекции с глубин пазух из этих кратеров. Концентрат коллоидного серебра уничтожает инфекции. Ну, а далее надо делать ингаляции, вдыхая ртом пары прополиса с помощью ингалятора или надпаровой баней. Для этого берется прополис в гранулах или уже разведенный спиртовой. У нас он есть, если что, потому что многим людям достать его трудно. Делать эти процедуры стоит 2-3 раза в день, в течение месяца. Ну, а после каждой еды я советую жевать, то есть разжевывать хвойные постилки, вот эти. Также можно точечно смазывать той же ушной палочкой вот эти углубления после удаления пропок. Спиртовой 50% настойкой прополиса. Ну, а теперь перечисление комплексных мер, что нужно учесть, потому что ведь надо и укрепить иммунитет, и вот прочие меры. Итак, надо укреплять иммунитет кишечника. Надо устранить патогенные микроорганизмы. Применяйте бактерии ИВИТА, хотя бы вот месячный курс пройти, это 30 флакончиков. Флакончик пьется в день. Как это делается, написано у нас на сайте под этим товаром. В прямоугольной рамке красного цвета, буквально в 7 строках. На месяц потребуется 3 коробочки, то есть 30 флакончиков. Это старая еще советская разработка. Восстанавливает работу симбиотической кишечной микрофлоры и отчасти устраняет воспаление. Далее, гель-сорбент. Обязательно вот это видео посмотрите. Уникальная разработка российских ученых Новосибирского академгородка. Выводит токсины из организма. Является прекрасной пищей для кишечных симбиотических наших родных бактерий. Пить 2 раза в день по 20-30 мл, разведя в стакане чуть теплой воды. Но видео об этом подробнее. Есть спирулину обязательно. Это кладезь витаминов группы В и не только. Псилиум. Это прекрасный сорбент и корм для кишечных бактерий. А также средство, чтобы не переедать. Что очень важно и не есть всякую гадость. Витамин Д3 обязательно применяйте. Советую вот этот вместе с К2 в масле. Полученный не с синтезом химическим, а экстракцией из лишайников. Это также есть у нас. Цинк. Ну, цинка у нас нет. Покупайте в аптеке или где бы то ни было. Убрать сахар сладко из рациона питания. Ну, хотя бы на этот месяц-два лечение. Я советую также применять и антиоксиданты. Во-первых, дегидрокварцетин. Видео о нем у меня было и есть этот препарат у нас. Лучший дегидрокварцетин. И Т8 экстра. Вот этот препарат. Это такие полипринолы из пихтовой хвои. Но это тоже антиоксиданты другого рода. Вместе в течение дня. Они предпочтительные. Куркума с черным перцем. Мощнейшая антиоксидантная защита. Борьба с инфекциями. Посмотрите мое видео. Вот это куркума. Куркума, куркумя, рознь. Конечно, я советую лучшую в мире камбоджийскую из одной провинции, которая в 6,5 раз содержит больше вот именно действующего вещества пигмента куркумина, в отличие от даже самой лучшей индийской куркумы. Ну а черный перец усилит этот эффект во много раз. Обязательно ешьте чеснок. Хрен. Да, масло ореганы помогает бороться с разными инфекциями бактериальной природы. Экстракт из косточей грейпфрута тоже совершенно верно. Но не панацея. Итак, прополис и поры бани, и те процедуры, что я говорил раз. Серебряная вода 2, обработка плюс сода с солью, это как бы 3. Но помните, самое сильное средство от всех видов стафилококков и стриптококков на планете. Самое сильное средство это гриб трутовик сернисто-желтый. Растет он на дубах и других нехвойных породах деревьев, липах там и так далее. В лесах надо собирать его в мае. Ну, в июне еще бывает, после дождей, когда он мягкий, плодовые тела мягкие, его часто используют в пище. Еще многие пишут в форумах, чатах, видео снимают, что при обжарке в муке получается, так сказать, вкус как у куриного мяса. Но тут дело в том, что при термообработке лечебные свойства высших баздиальных грибов, в том числе этого трутовика, уничтожаются на 100%. Потому нужно высушивать в дегидраторах при температуре не выше 36 градусов и потреблять. Если мы говорим о плодовом теле, мягком вот этом теле, когда он еще не горчит, то есть в мягком состоянии был собран и высушен, то тогда порошка измельченного по столовой ложке два раза в день можно после еды минут через 20 принимать это средство. Ну а, к сожалению, вот как есть у нас, вы знаете, по крайней мере, постоянные зрители мои знают, что у меня есть большое количество лечебных грибных препаратов. Но, к сожалению, трутовика сернисто-желтого, то есть нету, лиственничный есть, но это другая тема, а вот этого нет пока, по крайней мере, поэтому придется собирать самим и вот, по крайней мере, так принимать, как я говорю, в течение месяцев-двух и стафилококи, и стриптококи уничтожаются. Но, конечно, учтите и другие правила, и правила гигиены, и вот все то, о чем я выше вам говорил. И обязательно уберите молочные продукты, ну, кроме сливочного или топленого масла, я имею в виду все то, что содержит молочное белок, казеин категорически, и вареные крахмалы, ну, кроме резистентных, о них было у меня видео. То есть убрать картошку, там макароны, хлеб булочные, речь идет об этом. Ну, хотя бы на период вот этого лечения. Ну что ж, я думаю, информация была крайне важной, тогда поставьте обязательно лайк, поддержите мой канал этим хотя бы. Поделитесь этим моим видео с вашими друзьями, коллегами, знакомыми. Это поможет продвижению моих видео, а значит, будет у меня стимул, так сказать, снимать и далее видео, тратить много своего времени на это. Ну и пишите, конечно, под этим видео свои комментарии. А все то, о чем я говорил, все, что можно приобрести у нас, будет это дано по ссылкам в описании, вот под этим видео. Наш сайт, напоминаю, надгард.ру, отправляем мы наши товары, препараты, приборы во все страны мира, не только во все уголки России, но и в любые страны мира. Просто заказывайте через сайт. На сайте, если хотите, прочтите два раздела, доставка и оплата, и отзывы. Ну, пожалуй, на сегодня все. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья, до новых встреч, до свидания.